Всем привет! Мы снова в машине, как бы это странно ни звучало. Мы сейчас отправляемся в город Бьен. Решили немножко поменять локацию и поехать туда прогуляться по магазинам. Нам нужно посмотреть новый свет на кухню. Это наша задача номер один. Мы затем прогуляемся по магазинам. Посмотрим. Погода сегодня обещают дождливую, поэтому мы не надеемся где-то погулять возле озера либо заехать куда-то с детьми на площадку, но хоть время провести вне дома. Посмотрим, как она смотрит. Ку-ку-бикат. Таисия, ты хочешь, чтобы мы купим для маленьких котов? Я боюсь. Ты не боишься? Хорошо, я не буду его. Это кузин Слен, который? Я люблю. Мой маленький мотор. Ты Таисия, это олень. Это Бэмби. Он сам кушает травку. Здесь филин. Ой, он постеснялся, отвернулся. Да, Таисенька, он боится. Сейчас по стенам с другой стороны. Здесь в этом парке не очень много видов животных, но хватает. Можно прогуляться. Вход сюда бесплатный. Они за счет донатов существуют? Отдыхать, малыш, на салушке. Ой, какие малыши. Такое миларство. Да, у них такой бегает. Прогуляться с детьми в субботу, там воскресенье самое то. Тем более, что на природе очень здорово. Лавочки стоят повсюду, мусорки. Можно на велике здесь кататься. Так что, в принципе, место хорошее. Так называется этот парк. Здесь написано «спонсоры» возле каждой таблички с названием животного. Тоже написаны, кто спонсоры. Написано рождение, даты рождения животных. Ну и про них, собственно, написано. Так что, да, все. Мы прогулялись. На это у нас ушло где-то минут 40. Но мы не дошли до конца, потому что с коляской не очень удобно вообще спускаться с горы, потом подниматься. Поэтому сейчас направляемся к паркингу и поедем просто погуляем здесь по городу. Это, кстати, кантон Берн. И этот город, он двуязычный. То есть здесь говорят и на французском, и на немецком. Предпочитаю немецкий, естественно. Смотрите, что я нашла. Ягодки сейчас понесу. Тайси давайте пробовать, потому что она только варенье пробовала из земляники. Сами ягодки нет никогда. И здесь вот вдоль дороги они растут. И в парке, и здесь просто идти к паркингу. Но чтобы, естественно, собрать какие-то почище, нужно чуть вглубь уйти. И вот я нашла созревшие 4 штучки. Пойду ее давать пробовать. Мы сейчас пришли пообедать. Сели вот в ресторанчике на террасе. Погода позволяет, поэтому можно остаться на солнышке. Сказали чай себе азиатский. И сейчас ждем. Нам должны принести тарелочки. Мы выбрали меню. Буфет. Можно будет ходить, набирать сколько хочешь и что хочешь. Все, нам принести тарелочки. Здесь говядина с пузеликом, утка. И здесь немного с соком. Так что все. Приятного аппетита нам. Сегодня прогулялись по магазинам. Везде распродажи летние начались. Поэтому мы кое-что прикупили. Я вам покажу, что мы взяли в онлайн-магазинах, в офлайн-магазинах. Надеюсь, что вам будет интересно. Сколько каких продуктов одежды. Я уже сняла ценники, но по памяти буду вам их назвать. Первое, что я хочу показать, это куртка, которая мне сегодня пришла. Как раз с сайта Золанда. Это куртка от Колумбия. Я заказывала их две в размере S и M. Решила померить, какая мне подойдет. Решила оставить ту, которая в размере M. Потому что под низ все равно придется что-то надевать. И в ней я чувствую себя более комфортно. Значит, здесь такая подкладка на овчине. Рукава здесь легкие. Мне это понравилось, потому что когда вы хотите поехать в горы либо кататься на лыжах, то вам не хочется на себя надевать какие-то пуховики. Поэтому я думаю, что мне будет комфортно как ездить куда-то с семьей, так и выходить на прогулку. Она такого белого цвета. С серыми вставками. С такими красными рукавами. И здесь оборочка идет тоже по капюшону. Так что я в целом покупкой довольна. Стоила она 90 франков вместо 180. Поэтому я, собственно, и заказала. Дальше буду все подряд доставать. И говорить в каком магазине что купила. Первое, собственно, это детские такие джинсы. Как леггинсы они сделаны. Я их купила в магазине Manor. Они были на 50% скидке. Обошлись мне они что-то вроде 7 франков. Очень приятные к телу. Хорошего качества. Поэтому будет носить ребенок с удовольствием. И в магазине Manor также я взяла вот такие вот леггинсы. Потому что дочка старшая у нас ходит на спорт. И не хочется, чтобы она в каких-то спортивных стунах бегала. А вот в леггинсах удобно. Поэтому взяла их. Стоили 4,5 франка на 50% скидке. Дальше. Здесь у меня очень много всего из магазина H&M. Буду вам показывать. Это то, что я купила в самом магазине. Также у меня за спиной еще лежат вещи, которые я купила офлайн. Заказывала сайтом. Первое. Это вот такие вот джинсы для своей младшей дочери. Тоже они стрейчевые. Здесь пуговка не открывается. Как леггинсы будут идти. 3,95 стоили. Всего вместо 12,95. Так что тоже решила взять. Следом тоже для дочери своей младшей взяла вот такой вот бодик. Он стоил тоже 3,95. В принципе унисекс такой. Можно и для мальчика, и для девочки. Для нее же взяла маечку вот такую простую. Белую будет таскать. И еще один бодик в размере 74. Тоже ближе к году. Такой легенький. У старшей дочери в такой же расцветке у нее шортики. Взяла вот такие вот девчонкам своим леггинсы. И старшие и младшие одинаковые будут таскать. Они были на скидке за 3,95. Если я не ошибаюсь. Вообще классно. Здесь подкладка такая как байка флисовая. Так что будут носить. Вот одни и вторые поменьше. Дальше. Магазин Сия. Здесь у меня попался. Купила для младшей дочери. Тоже на подкладке такие штанишки. Одни вот такие прикольные с далматинцами и с девочками. И вторые шли в наборе вот такие с оборочками. Стоили за вот эту вот пару. То есть двое штанов в районе 7 франков на 30% скидки. Дальше. Еще у меня здесь магазин H&M. Взяла вот такой вот простой бодик. Младшей дочери будет таскать. На подарки у нас двое друзей ожидают пополнения. Поэтому я на подарки взяла здесь такие наборчики. Двое шортиков. Они обошлись в 6,95. Один набор. И второй набор. Вот такой вот серенький. И то, что я показывала ранее. Такие львята тоже 6,95. Второй набор. Еще один такой бодик взяла. На подарок. 3,95. И второй вот такой вот бодик. Здесь такие жирафики нарисованные. Серенький сам тоже. 3,95. Что мне нравится в H&M, то, что у них размерная сетка, она не всегда совпадает. И то есть, если там написано 68, то ребенок даже по размеру, если он будет 74, он сможет спокойно влазить в эту одежду. Так. И еще, да. В магазине H&M взяла для старшей дочери 5,95 вот такие вот леггинсы. Они тоже на подкладке флисовой. На зиму, я думаю, что самое топ под колготки можно будет таскать. И последний из магазина H&M. То, что я взяла сегодня. Это вот набор двух маечек. На зиму тоже под низ надевать. 6,95. Одна вот такие вот с лошадками. Вторая маечка просто белая. Так. Что у меня еще из магазина H&M. Первое. Это я покупала у них на сайте. Заказывала вообще несколько товаров, но мне подошло два, поэтому оставила двое. Первое. Это вот такие вот шорты. Камера, естественно, не передает, потому что освещение у меня в этой комнате теплое. Его не очень много, потому что одна только лампа. Но они такого розового-пудрового цвета. Они льняные, поэтому мнутся. Но я решила все-таки оставить, потому что хорошего качества стоили что-то в районе 15 франков за шорты и за спирты. Дальше взяла вот такое вот платье себе. Это у них сейчас новая коллекция. Оно такое с цветочным принтом ярким в стиле Baby Doll. Муж мой сказал, что оно слегка выглядит большим. На самом деле, я думаю, что это просто такая модель. Это размер S. Была бы в размере XS, я бы, наверное, взяла поменьше, но, к сожалению, не было. Зато можно спокойно кушать, и никто не будет видеть, что у вас там немножко живот округлился. Классные. Мне понравились рукава фонариками. Можно их делать покороче. Оно легкое, стоило 24 франка. Они есть с коротким рукавом и длинные. Они есть с таким рукавом-фонариком немножко дешевле. Но я вот решила себе такое платье взять. И последнее, это то, что я взяла офлайн тоже заказывала в магазине. Это вот такая вот кофточка. Она рукава, которую можно либо спускать на плечи, либо надевать сверху. Тоже льняная. Очень приятная к телу такая. Стоила она тоже в районе 15 франков. Я думаю, что за такое качество в целом неплохо. Это, собственно, все, что из магазина H&M. На мне платье из Zara. Я зашла в магазин, увидела его на вешалке и купила без примерки. Потому что сейчас, как вы знаете, все вдруг ломанулись ходить по магазинам. И чтобы зайти в магазин, вам нужно отстать очередь. Чтобы зайти в примерочную, нужно отстать очередь. Я решила не стоять, а рискнула и купила платье. Оно такого серого цвета. На нем такие мелкие полосочки. Оно тоже в стиле Babydoll. Коротенькое такое. Мне понравилось. Можно рукава тоже вот так подкасывать. И смотрится очень миленько, прикольно. Поэтому решила взять. Стоило 20 франков. И в магазине Dossin Bar мы купили вот такие вот для Таисии, старшей дочки, шлепанцы. Потому что сейчас жара. Не хочется, чтобы она часто таскала босоножки. Хочется босоножки оставить на выход. Кроссовки про них вообще можно забыть. Поэтому вот такие вот легкие сзади на резиночке, чтобы фиксировала ножку. Набула, побежала и все. Стоило это все 15 франков. У них очень много сейчас серий разных с мультиками. Но это вот те, которые ей понравились, те, которые ей подошли. Поэтому мы решили взять. Ну и собственно последнее. Здесь у меня из магазина Manor дали такой пакет. Ну, не важно. Мне нужна была просто майка-алкоголичка. Я нашла это все в магазине Manor. Они на 70% скидке. 4, по-моему, франка 70 центов я за них отдала. Вот. Одна черная такая кофточка. И вторая здесь у меня лежит розовая. Была ли еще в белом цвете? Ну, не знаю. Я чего-то думала-думала и не купила. Вот. Они... Вот такая ткань на них. Были просто хлопковые. Но я решила взять такую рифленую. Потому что такая ткань, она обычно по вашей фигуре растягивается и хорошо сидится. Всем забыла показать из магазина H&M. Я еще купила себе вот такую вот юбку. Решила, что если влезу в нее, то куплю. Юбки я давным-давно не носила. А джинсовые, так вообще, наверное, со школьной скамьи. Вот. Она вот такая снизу как подрезанная выглядит. Ниточки торчат. Но мне понравилось, как она сидит. Поэтому решила купить. Стоило 10 франков. Смешные деньги. Поэтому взяла и теперь ношу с удовольствием. Как получилось это видео? Я помню, что в начале года говорила, не хочу покупать очень много одежды. Но дети растут, поэтому на это я закрываю глаза. И им, естественно, нужно будет что-то докупать. Себе я кое-какие вещи докупила минимально. Потому что не влажу во все, что носила ранее. Вот так. Буду с вами прощаться. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами очень скоро. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok